Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашей российской сборной, которая сегодня, к сожалению, уступила Хорватии в заключительном матче отборочного цикла. И вот на фоне этого мне, конечно, стало интересно, что там пишут хорваты после минимальной победы своей сборной. Давайте сосредоточимся на их последних мнениях. Я зашел на официальный фейсбук сборной Хорватии и собрал тут самые интересные и информативные комментарии касательно игры против России. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы сказать, что мой хороший друг и товарищ, а также футбольный ютуб-блогер Клин Синьо запускает новый проект. Свой новый ютуб-канал, где он будет освещать не только свой любимый клуб ЦСКА, но и различные темы, связанные с другими командами. Ну и вообще, это очень интересный футбольный специалист, настоящий эксперт и по ЦСКА, и по другим командам, которые всегда высказывают смелые и интересные мысли на футбольную тему. Так что, если вы подписаны на основной канал ЦСКА с Клинцем, то, пожалуйста, проходите на второй канал, который Клин Синьо недавно завел. Так что, проходите по ссылочке в описании на новый ютуб-канал Клин Синьо и подписывайтесь. Йосип Кулачевич написал, русские играли в антифутбол. Справедливо, что мы выиграли, пускай и благодаря автоголу. Это тоже справедливо. Мы пропустили гол с Мальтой, забив в свои ворота самым нелепым образом. Теперь удача должна была улыбнуться уже нам. Ну, там действительно был нелепый автогол Брозовича. Ну, и многие, кстати, уже в России пишут, что эта фортуна вернула себе должок за автогол Шкриньяра, когда защитник Словаков забил мяч в собственную сетку в матче против сборной России. Ну, вот у многих появилась такая идея, что эта фортуна вернула себе тот долг, который был перед ней у сборной России. Славчо Мильнанич написал, чертовски тяжелый матч. Сборная не впечатлила, но главное это результат. Очевидно, что это был слишком тяжелый матч, чтобы показать яркую игру. Было много негативных факторов. Ливень, который превратил поле во что-то непонятное. Сверхобранительная игра русских. Ну, и потери Ковачича и Рэбича также сказались. В таких условиях нужно радоваться, что мы выиграли хотя бы 1-0. Ну, негативных факторов было много, но для справедливости момент с тем же самым мокрым газоном и полем, ну, он сыграл и против хорватов, и против россиян. Я, например, считаю, что Кудайшов срезал мяч в собственную сетку, как раз-таки потому, что подскользнулся. Женьку Кесарец написал, спасибо тебе, Кудайшов, ты стал нашим героем, а вот наша сборная 90 минут не знала, что делать на поле. Кроме дальних ударов ничего не показали. Ужасный матч в исполнении обеих команд. Да, был дождь, который осложнял нам игру, но он, видимо, нас и спас. Игрок русских поскользнулся в моменте с автоголом. Ну, как раз то, что я говорил, в общем-то, это сейчас пишут многие, при этом есть информация, что у Кудайшова еще и травма была, что он пытался выбить мяч. В общем, там, на самом деле, сложная ситуация, нужно разбираться. Келли Плавшич написал, тяжелейший матч. Русские выставили автобус, преодолеть который было очень тяжело, особенно по такой погоде. Даже Модрич ошибался в передачах на мокром газоне. На что Гордон Зунич написал. Ну, слава богу, что один из пассажиров русского автобуса оказался предателем. Теперь этого парня ждет ГУЛАГ. Ну что ж, есть до сих пор вот эти шутки политические касательно ГУЛАГа и всего остального. Ну, не думаю, что Федя Кудайшов попадет в места не столь отдаленные, хотя, конечно, на него сейчас с критикой навалятся. Я же сказал еще в своем ролике, что Кудайшов это Филимонов номер два, то есть игрок, который в целом неплохо провел решающую встречу, бился, боролся, как и Филимонов в матче против Украины в 99-м году. Ну, в конце допустил одну роковую ошибку. И, на мой взгляд, винить тогда Филимонова персонально одного игрока и сейчас Кудайшова бессмысленно. Но винить, понятное дело, будут, потому что у нас очень любят находить крайних и виноватых. Кристиан Рогенек написал, с такой игрой на чемпионате мира будет тяжело. Мы хорошо отыграли только старт второго тайма, плюс было несколько хороших дальних ударов в первом. Мы играли так же дерьмово, как и русские. Не обманывайте себе. Антонина Джорджевич написала, далеч чуть не оставил нас без чемпионата мира. В первом тайме вся наша тактика – это дальние удары. Во втором – примитивные навесы. И это против очень средненькой сборной России. Боюсь, что с таким тренером нам нечего делать на чемпионате мира. Ну и Томи Славшимич. Из-за дождя мы не смогли реализовать свое преимущество в классе. Происходящее на поле слабо напоминало футбол. Видимо, Путин использовал климатическое оружие. Ну, вот и Путина сюда приплели. В общем, забавные комментарии от хорватов. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Пока.